Наши первые гости Инструктор, дрессировщица или дрессировщик собак, да, кинолог Диана Самойлова, хозяйка американской акиты, конверс мой мунлайт, если не ошибаюсь, фильм он просто, можно так сказать Ольга Калачикова-Яковлева, хозяйка английской кокер-спаниель, Оскар Хэппи Хантер, как мог, так и сказал Добрый день Добрый день Здравствуйте Ну вот расскажите, пожалуйста, про своих замечательных друзей, питомцев Ну, я, наверное, начну первой Давайте Эта порода называется американская акита, зовут его Филимон, по документам его зовут конверс мой мунлайт Купили мы его здесь, в Якутске На самом деле порода американская акита очень сложная в дрессировке Но, тем не менее, мы очень долгим трудом, упорством добились того, что сейчас как бы ей собака сдала общий курс дрессировки ОКД на, правда, не очень хорошо, на третью степень и будет еще пересдавать, то есть, ну, есть к чему стремиться Также он занимается ездовым спортом Занимаемся спортом ездовым с годовалого возраста И уже есть медали, есть уже, ну, достижения какие-то в ездовом спорте Это не ваши медали, случайно? Нет, это не наши медали Это не ваши, да? Наши медали мы не взяли Это быть маленького медали Так, Людмила Ну, это японская акита, зовут ее Мия Возраст ей месяцев 7-8 Это не моя собака, она у меня на содержании, на дрессировке Вообще, японские акиты очень сложные Собаки, что японские, что американские, очень самоуверенные, своенравные Не зависящие от человека Поэтому требуют должного внимания, должной дрессировки Но при правильной, как бы, и дрессировке, и содержании Собачка очень хорошая, воспитанная, понятливая Я смотрел фильм голливудский хатик Да, хатик Просто, извините, конечно, дорогие телезрители Эмоционально я как-то там взорвался, можно сказать Выведена эта порода в Японии, в провинции Акита Выведена она для охоты на крупного зверя То есть это олень, кабан, медведь В основном считается медвежатниками Так, мы еще к вам, как бы, несколько вопросов мы вам зададим, Людмила Сейчас я хочу перейти к Ольге У нас вот собака породы английский кокерспанель Соответственно, родина Англия Выведена эта собака для охоты, в основном на водоплавающую и полевую дичь И Оскар очень активный мальчик Занимается издовым спортом, занимается шоу То есть участвует на выставках и вполне успешно И обладатель первого в Якутии сертификата ОКД Мини Также вы участвовали, если не ошибаюсь, выставка называется «Приурочено добру» 25-летию 25-летию клуба Яраз Ассоциация собаководов Якутской республиканской ассоциации собаководства Я участвовала с тремя собаками Оскар участвовал, Хьюго Фердинанд Босс, это шоколадно-подпалый у нас тоже английский кокерспанель Оба стали победителями класса, лучшими кобелями и получили сертификаты КЧК И также я участвовала с Чаритой, которая в первый день выставки стала тоже победителем класса Обойдя юного чемпиона, дочку Оскара обошла Очень активно И мы, когда подбирали собаку, мы очень долго думали Очень тщательно к этому подошли И поэтому, как бы, она для души, для дома Дети с детьми хорошо играют С папой, ну и со мной на охоту ездят Поэтому по всем параметрам это наша собака Также мы смотрим кадры 9 мая Какого года? Это мы в прошлом году впервые приняли участие В 2016, да, получается? Это в 2016 году И в этом году тоже повторно приняли участие на параде победы Потому что собаки внесли очень большой вклад Ну, свой скромный вклад в копилку победы Подорвали очень много танков Находили мины, выносили из поля боя раненых А также я хотел спросить у Людмилы И у Дианы, и у Ольги Вы можете сейчас показать несколько... Команд Да, команд Если это возможно, конечно Они уполагающих, да, элементарных команд Перед хозяином без проблем Нам выйти туда Выйти сюда, да, давайте Дай мне кусочек Рядом Яна Сейчас, сейчас, да Так, спиной мы не будем стоять То есть мы собачек вот каким образом на себя развернем Вот так вот Войди меня Сидеть Перед собой Или с левой стороны Давайте вот так Давайте перед собой Ося, хорошо Это элементарная команда сидеть То, что в основном проходит на щенячьей школе Эти собачки отработаны на более серьезный курс Но так как тут мало места, мы покажем вам и так Давайте положили собаку Сидеть Лежать Сидеть, Филя Лежать Хорошо Лежать Нет Лежать Хорошо Посадили собак Сидеть Сидеть Хорошо 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 Собачки Все собачки достаточно продажные То есть просто так они не будут работать Они работают либо за вкусняшку за лакомство Либо за игрушку А вот сейчас на данный момент собачки работают за вкусняшку Хорошо Поставили Стоять Стоять А также бывают же проблемы с соседями Стоять Помните, до эфира я спрашиваю этот вопрос Да, бывают Соседи, например, бывают недовольны Посадили Собака лая Сидеть Да Не знаю Экскременты бывают Подозвали к себе Ко мне Ко мне Рядом Как вы решаете такие проблемы? Сидеть Рядом Сидеть Лежим Такие проблемы решаются воспитанием То есть, естественно, вы не должны мешать окружающим людям Собака не должна в доме просто так лаять Просто так бегать, цокать Переворачивать квартиру Для содержания Если собака чрезмерно активно приобретается клетки И когда хозяин уходит, собачку садят в клетку Плюс дрессировка, воспитание Уже подрощенные собачки спокойно себя дома ведут Ну и, естественно, правила Содержание правила Выгула никто не отменял Выгуливать вы собачек должны На ошейниках, на поводках, на мордниках Вышли на свою полянку, где гуляете Вот там уже можете собачек отстегнуть Ну и на улицах бывают определенные люди, которые И на улице люди встречаются, которые провоцируют собак То есть, не любящих животных Они были, есть и будут И всем не угодишь Ну, чтобы лишний раз ваши собаки не провоцировали никаких ситуаций Лишний раз на вас не было никаких нареканий Вы должны соблюдать правила Правила содержания, правила выгула Все это как бы законом прописано Поэтому Большинство людей покупают собак И начинается проблема То, что после они или выгоняют собаку Да, большинство покупают Выгуливают прямо возле подъезда, возле двора Естественно, людям не нравится Где-то в эфире бетишки бегают Потом не все несут ответственность И собак выпускают на самовыгул Вообще, хотелось бы поговорить о приобретении собаки Вообще, о мысли, чтобы приобрести животное Вы должны к этому с полной ответственностью, с полной серьезностью подойти Вы не приобретаете игрушку Вы не приобретаете мебель Это требует содержания ухода Естественно, шерсть от собаки Естественно, кормление, воспитание, дрессировка и выгука Огромного времени требуется от человека Многие не согласны тратить это время Поэтому подумайте хорошенько И большинство людям, я вообще, точками думаю, не заводить собаку Ну а если вы уже все-таки нацелились Если вы все-таки решили приобрести себе питомца Хорошенько разберитесь в породах Не хватайте по фотографии красивую мордочку Вот вам, очень красивая мордочка Милая собачка, ласковая Далеко не милая, далеко не ласковая Очень характерная Может и хозяина покусать, если правильно не воспитывать Может окружающих покусать То есть собака очень своенравная Но при правильном, еще говорю, воспитании Вот тоже очень своенравная собака Но при правильном воспитании и дрессировке Спокойные, уравновешенные, послушные собаки Ну настоящий воин Ну да, тут прям мощь Тут сила и мощь Мы еще не выросли сильно Можно, да? Можно, да? Да, конечно, можно все сделать Так, сначала Сначала даем понюхать По правилам, так Встали сбоку И сбоку погладили собачку То есть показывайте, что вы ей не угрожаете Ничего у вас в руках нету Да, без резких движений Без резких движений, не дай бог еще в прямом фире И собачка спокойно вас пропускает Притом, прежде чем подойти к собачке Вы должны спросить разрешение у владельца Хорошо, разрешение спросил До эфира По-моему По-моему Расписки не было Потому что не все собаки так спокойно подпускают чужих людей Не все собаки спокойно реагируют Ну да Многие охраняют своего хозяина И очень многие не справляются с темпераментом собаки Вот, допустим, хаски очень красивые собаки Как картинки, да? И поэтому их берут Они вообще выведены для издового Для того, чтобы возить нарты, грузы и так далее Очень мощные выносливые собаки Да, очень выносливые и подвижные собаки Ося, кинай, сидеть Ага И вот Когда они приобретают Не дают должной нагрузки И получаются вот проблемы Поломанная мебель Покусанная, обгрызанная Обувь и так далее Поэтому прежде чем купить собаку Надо хорошенько изучить породы Справитесь ли вы с ней? Допустим, если вы сами активные, да? То это ваша собака Вы будете с ней с утра до вечера Вот наши телезрители, извините, да? Могут посмотреть Вот Оскар Это Оскар позирует Профессиональный А это на выставках А с чем все началось? А все началось с того, что Ко мне Мы хотели взять собаку для мамы, да? Как компаньона И вот долго думали Нам нужна была Небольшая собака Но и не маленькая, да? И чтобы она содержалась в квартире Поэтому мы остановились На пародии Английский кокерспанель Я пошла Для мамы выбрала Но в душу запал еще и Оскар Он Я думаю Пришла домой Спать есть не могу Думаю Нет, мне нужна эта собака Уговорила Лену Гуляева-заводчика И она нам дала И Унку И Оскара Ей большое спасибо Потому что вот Оба они сидят Как раз здесь Участвуют На маскарадах На выставках Ходят на охоты Короче Очень полезная И нужная собака Для семьи Так, Диана А с чего Началось у вас Получается Почему именно Собака А не кошка А не хомячок Ну собака Всегда Что такая собака Собака это лучший друг Собака Всегда с тобой рядом Собака тебя поддержит Собака тебя защитит Ну кошка Это такое домашнее Которая просто сидит Дома У меня кот У меня кот Кошель Вот И поэтому Я с самого детства Хотела собаку На что родители Всегда говорили Нет За что им Сейчас на самом деле Очень благодарна Потому что Делали они правильно Потому что Это очень большой Ответственный шаг Прежде чем взять Собаку Собака Ее никуда потом Не денешь Не выбросишь Собака Это на всю жизнь На 15 лет Собака Живет очень долго И когда мы выбирали породу Это был такой момент Что мы искали собаку Во двор Чтобы жила на улице И поэтому У нас бы выбрали Либо кавказец Либо филимон Семья так решила И взяли Филимона Ну большое спасибо Что пришли к нам На летний эфир Показали своих питомцев Желаю всего самого наилучшего Здоровья Собачкам Ну и всего доброго Дорогие телезрители После рекламы Встретимся Всем привет еще раз Большое спасибо Что вы остаетесь с нами Летний эфир продолжает Продолжается Имел ввиду Так И также у нас Следующие гости Интересные Евгений Павлов Режиссер И Надежда Пасса Героиня клипа Получается И она не одна? Она не одна Ну вот расскажи пожалуйста Что за клип И когда вы будете снимать? В общем это Клип Сахакорейский Он первый Получается Ну да В своем роде Он первый Я боюсь называть Что он единственный Но надеюсь Что Но можно сказать Что он первый Такого рода Да Такого рода Он первый Почему? Потому что Специально для клипа Мы сейчас Позвали группу Юрека С Южной Кореи Это группа Это группа Четыре девочки Которые танцуют Кей-поп Кавер Они танцуют И поют Очень взрывная группа Мы ездили специально В Корею Выбирали Искали То есть это очень мощная Была продюсерская работа Сейчас в городе Якутске у нас будет Ну это практически Ну в том Ампула В котором я работаю Это мой первый проект Ну вообще Такая мощная группа Прилетает в город Второй раз Вначале Была группа Дабл Эйт И сейчас Группа Юрека Это тоже вы да Пригласили Получается Юреку мы пригласили Дабл Эйт Немножко другая команда Работала Но С Константином Барашковым Работала В чем вообще Уникальность самого клипа Его проекта В том что Говорят Клип Клип Зачем вы снимаете Не свой клип А вдруг Корейца Позвали Мы говорим Следующим образом Вообще Я как патриот Своей страны России Своей родины Своего народа Патриот Я считаю Что и культуру И веру Надо пребывать Как-то Не обязательно Чтобы это было Безболезненно Чтобы это было Для молодежи Сейчас новые подходы Нужно придумывать И мы придумали Что молодежь Сейчас буквально Я даже не побоюсь Это слово Болеет нас Кей-попом У нас очень много Уже фанатов Последний концерт Который проходил Там, по-моему, если не ошибаюсь 5000 человек было Да, там было очень много народу Чуть не разорвали нам стадион Но в этом году у нас На стадионе будет открыт Концертик Он у нас будет в юности Это будет Да, в июле Когда уже Больше людей можете собрать Нет, дело не в этом Конечно Сама суть идеи в чем Мы решили снять очень большой флешмоб Интересно Да, этот флешмоб Это участвуют школьники От 12-ти, от 11-ти до 18-ти лет включительно То есть и флешмоб он сейчас и режиссер Ну, а режиссер мы дойдем до режиссера Да Задумки идеи довольно оригинальные Мы очень долго об этом думали Как этот клип преподать И когда мы детишкам рассказываем Они просто визжат от радости Да, и говорят, что Неужели мы будем участвовать в таком Интересном проекте И вот Надежда могла бы А то она тихо сидит Скромно Надежда, вот расскажите, пожалуйста Вы героиня Одна из героинь Одна из 20 девушек Которому достоилась такая честь Уступать и сниматься в клипе с Урекой Оба-обок Можно так сказать Кастинг проходил жестокий Очень сложно было А как проходил кастинг? Ну, нас оценивали по нескольким критериям Вокал, танцы Внешность Да, внешность Рост Вот И 96-90 А выиграл Женя, да, получается? Нет, у нас там команда сидела А, команда, да Там хореограф был Хореограф Да, там певцы даже были Они смотрели То есть Должно было быть что-то органичное Вот Ага, перебил вас Надежда? Впечатления ваши, получается Вы волнуетесь После кастинга имеете? После кастинга После кастинга я была, конечно, очень рада То, что Еще раз повторюсь Достается такая честь Потому что я увлекаюсь кей-попом с 2010 года И мечтала с самого детства, можно сказать Выступать с ними Познакомиться хотя бы с настоящей кей-поп группой Вот То есть вы поете, танцуете Да Все это у вас есть А в какой команде, получается, танцуете в Якутске? У нас есть своя кавер-группа А+, В ней пять девушек Я вот одна из них Вот Хотим участвовать в кавер-концерте Перед концертом у Рика Кстати, он состоится в тот же день Вот Скоро будет кастинг Вот А вот можете рассказать про группу Которая прилетит к нам? Более интересно Ну и подробнее Да, ну и Просто я не знаю, честно Хорошо, конечно, я расскажу Вообще, когда вы погружаетесь в мир вообще кей-поп направления, кей-поп движения Это просто сумасшедший мир, это сумасшедшая индустрия По 200 миллионов просмотров Это сумасшедшее просто действие Почему? Я удивился, я думал, что это рэп, да, я думал, что... Вот, например, наши телезрители могут увидеть их Они к нам, получается, прилетят какого числа? Они прилетят 11-го числа И ваша передача у них в гости обязательно... 11-го июля 11-го июля Все, значит, ко мне Да, к вам обязательно Хорошо С корабля на бал, с балом на корабль Также я хотел спросить, а кто режиссер-то будет? Это Константин, наверное? Да, режиссером, естественно, мы выбрали Константина Тимофеева Потому что он у нас является опытным режиссером У него около 60 клипов на сегодняшний день уже Всем самым известным звездам, ну, я уже рекламирую Вот ваша команда? Да, это наша команда Это вот как раз вы видите фотографии Константина Это вот, это продюсеры Это вот у нас барбекю в Корее Это вот как раз-таки девочки с группы Юрика У тебя там нету, Женя? Нет, меня там нету У тебя не было? Нет, я был в другой поездке Эти материалы пока еще туда не попали Вот я пока их не стал пока афишировать Ты же знаешь, Петя, я очень скромный Я знаю, да, знаю, Женя А также будет благотворительный вечер, концерт А, вот насчет благотворительности, конечно же, ну... Вы хотите совместить, правильно? Не то, чтобы совместить, но, понимаете, к нам поступило такое заявление, что детишек из детского дома, когда увидели вы наши, ну, нашу какую-то рекламу первичную Они, некоторые зажглись, потому что им тоже интересно, интересно это событие, вот это все движение И мы решили, что мы должны их бесплатно посадить на концерт И еще бесплатно, чтобы они участвовали в нашем флешмобе И не только у нас будут дети, допустим, ну, сейчас у нас детский дом Берегини у нас, будем работать с ними Ну, Женя, давай И благотворительный фонд Харасхал Харасхал, хорошо Женя, все-таки я хотел бы к Надежде, Надежда подготовилась и споет нам песню на корейском Да А как это? В Корее получается сейчас модно петь на корейском и совмещать все это с английским языком Вот, я хотела бы инвестировать Так, внимательно слушаем, Женя Любимый или приятный Ваши из героев, ты, небыро Небыродный, ты, небыродный, мне в 일ю Более покажусь, мне Мы хотели бы кончить, видите, что я свободно И такие, что я хочу, что я хочу, конечно, это с хорошим Моя любовь, ты, заб響ай меня, что я не могу, не будете Был-то так нам, будем жить,ındи, мне, 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 мне О-о-о-о-о-о Мы любовь-la-виз-on-fire, о-о-о-о Станды play with me, boy Ульчанан О-о-о-о Моя любовь в огне У-у-у Берн, беби, берн Ульчанан Давайте поддерживаем Браво, браво, браво Вот вы теперь понимаете, что такое Почему мы отобрали их по кастингу Талантливые, да, без комплекса Но она еще переживает немного Ну, волнуется эфир А когда будет Когда вы будете снимать клип? Клип у нас начинается съемки с 11 июля С 11, когда вы прилетели, то получается Флэшмоб, да, подготовка у нас уже идет Кстати, у нас еще хореограф будет Афанасий Афанасьев, заслуженный артист России Республики, да, он тоже будет Помогать нам ставить, много артистов Часто к нам приходит, да, он приходит к нам часто И мы будем, много сюрпризов Нашим ребятишам, которые будут в флэшмобе участвовать Они, мне кажется, удивятся, потому что там будут Национальные мотивы Хотя песня будет корейская Музыка корейская, мы туда обязательно Включим хамус, национальный То есть это будет симбиоз, смесь двух культур Поэтому, мне кажется, все-таки будет интересно посмотреть Поэкспериментировать Ты, Женя, молодец, ты везде Куда они посмотрят, ты везде Хотел бы спросить, чья идея получается? Киностудия? Ну, идея, это командная идея Потому что кто-то что-то придумал, кто-то второе, третье Вообще, в такой индустрии, даже на уровне республики Якутска Работает не один человек Я не один, за моей спиной большой административный аппарат Команда, ребята работают В основном у нас молодые, в основном все энергичные ребята работают А почему именно корейскую кухню ты взял? Кей-поп? Я знаю Я понимаю, мне всегда были интересны корейские фильмы Я как по киноиндустрии Но я когда увидел, как корейцы снимают кино Мне, честно, мне стало так плохо Почему плохо? Ну, тоже хочется туда, вот как они работают Потому что это так классно Уровень Уровень действительно отличный Потом, и вот это направление кей-попа Почему? Потому что большинство, даже не Европа Большинство сейчас это азиаты Это довольно такая, знаете, довольно перспективная, интересная деятельность И при том, наша якутская молодежь, она в этом, была в этом образе Она очень хорошо и сильно смотрится Мы подумали, то, что близко к сердцу И думаешь, что можно взять Ну, Европа для меня далеко, там, не знаю Европейский рэп какой-то, что-то такое осваивать для меня Азия-то вот смотри, рядом, получается Даже не в этом дело, может быть, даже и вот это немножечко играет Ну, если бы я так не могу делать, да Ну, я тоже наполовину, да, наполовину Ну, я в этом Сахаляр, да Да, и у нас, кстати, в наших вот кавер-группах Даже есть очень много европейских девочек В европейской внешности очень красивые Блондиночки, есть шатеночки Есть парни-шатены-блондины То есть они тоже все подстрижены под этот фасон, можно так сказать А какой стиль получается у вас? Узинг Как-как? Узинг Узинг Повтори, пожалуйста Узинг Представлена пластическая хирургия, ринопластика, бифоропластика Девушки, у которых нет век от природы Делают себе там веки, уменьшают у себя овал лица Делают его V-образным Вот сейчас в Корее очень популярно И в Корее, извини, дай перебью, Надя Популярные люди с большими глазами Да Поэтому девушки стараются Ты увеличил глаза сразу же Ты сразу увеличил Да И вот тоже моя мечта Увеличить себе глаза Точнее, я родилась без век Вот И моя мечта сделать себе бифоропластику Не надо, не надо Не надо Не надо Не надо вот это все рассказывать Пожалуйста, дай Пожалей нас, пожалуйста Пожалей Ну, большое спасибо Надя Женя, большое спасибо, что вы пришли на наш летний эфир Всего доброго Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok